Любовь Герасимчук Но не только вес самого рюкзака важен, еще и лямки и спинка должны быть правильными. Именно они влияют на распределение нагрузки на спину человека. Но и не забывайте о вместительности. Это так называемый литраж. Я всегда с собой ношу даже по несколько теплых сменных вещей, потому что, как правило, со мной друзья, которые об этом нюансе не знают, и вот я им как-то помогаю. Условно рюкзаки можно разделить на следующие группы. Походные, штурмовые, прогулочные. Рюкзаки для горнолыжников и сноубордистов, для велосипедистов и городские рюкзаки. Последние можно купить за одну-три тысячи рублей. А цена походных рюкзаков варьируется от четырех до десяти тысяч. То есть все зависит от производителя и, конечно же, функциональности. Самые большие рюкзаки, объемные, до 120 литров, берется как раз для пешеходных и для водных походов. Если к обычной горной району идете, то достаточно рюкзака от 65 до 90 литров. Зависит литраж, во-первых, от пола. То есть для девочек это от 55 до 80 примерно литров. И для мальчиков это от 75 до 90. Если раньше рюкзаки были мало приспособлены для удобства туристов, то сейчас прогресс пришел и к ним. Большое количество карманов как для мелких вещей, так и для крупногабаритных. Различные стяжки, ремешки, поддержка спины с помощью дюралевых ставок и даже защита от дождя и питьевая система. Система используется для утоления жажды на ходу, то есть заливается вода в специальный резервуар, резервуар помещается в рюкзак и специальная трубка выводится через специализированное отверстие в рюкзаке и закрепится на лямке. Такое вот приспособление мелочь, а приятно. Когда уже рюкзак приобретен, можно собираться в путь. Обязательно с собой возьмите теплые вещи и носки, сменные футболки и перекус. И тогда ваш отдых получится активным и незабываемым.